Зафира Феррари оф Саверен Вертьюм. Это полное имя. Центральная кличка непосредственно котенка Феррари. Если вы сомневаетесь, кто хозяин в доме, то эти коты знают точно. Власть здесь принадлежит им. Такова особенность породы Бурма. Спокойные и снисходительно добрые любимцы скорее сами чувствуют себя владельцами своих хозяев. А крас черный, но это только на первый взгляд. На самом деле оттенки соболь и шоколад. По происхождению иностранцы. У всех длинные благородные имена. Самый старший босс. А полностью Чармит Бэйлис Эриш Кримм. Чемпион мира. Такой же сладкий, как ликер, говорит о своем питомце Татьяна Васильева. Это вообще лечебные коты. С ними прекрасно спать. Особенно там вот уткнувшись в чистое мягкое пузико. Это же духи, как у меня дочка говорит. Вот запах животика кота. Поэтому они всегда чувствуют настроение. Когда знают, надо прийти, помурчать. Четыре кота и одна кошка. В этом семействе не только черная жизнь имеет значение. Единственный блондин. Самый молодой и игривый Бамси. Кличку белого медведя носит кот Трамхайлис Сляпнер Афмарингейм. Скандинавское имя трудно выговорить, но кому это удается, сразу получает бонус в виде знаков внимания. Собачья жизнь в этом доме тоже в полной гармонии. Никто никого не боится и не шипит. Псы ведут себя по-графски, хотя оба двор-терьеры. Малыша взяли в приюте, дружок прибился ко двору. В суеверие про черных кошек в этом доме не верят. Мнения хозяйки прямо противоположные. Некоторые суеверные говорят, черные коты это как бы... Вы знаете, я даже когда иногда иду, я вдруг вижу черную кошку, говорю, идите, 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 быстрее переходи. Потому что мне кажется, что кошки в принципе не могут, глупость какая, принести несчастье. Кстати, в Англии черные коты считаются наоборот, приносящими счастье. Черные коты принесли удачу и советскому кинематографу. Кинематографу, по статистике, это самые популярные животные в отечественных мультфильмах и кино. Образы, которые создают четвероногие актеры, как правило, характерные, но скорее мистические или негативные. Для того, чтобы избавить мир от предубеждений, даже придумали Международный день черной кошки. Главная цель праздника – показать, что коты – самые добрые существа. К примеру, в Древнем Египте кошкам поклонялись и считали их небожителями. В современном творчестве коты продолжают вдохновлять художников. Какие самые популярные животные по итогам этой выставки? Хороший вопрос и ожидаемый, потому что возник и у нас. Конечно, лидируют котики. Это сложно с ними конкурировать. Собаки у нас замечательные песики на втором месте. А дальше полное разнообразие всего животного мира, которое только встречается. От пещерного льва до кота Василия выставка рисунков под таким названием открылась в детской картинной галерее в Самаре. В творчестве представлена вся фауна планеты. Коты, как и ожидалось, лидируют. Причем больше половины черных. Даже если на рисунке кошка разукрашена розовыми красками. Я очень люблю фантазировать, и я поэтому нарисовала ее розовой. Потому что нравится видеть мир в ярких, красивых цветах. А на самом деле она какая? На самом деле серо-черная. Олег Зверев, Николай Епифанов, события. Субтитры создавал DimaTorzok